Игра тяжелой выдалась. Боевой, но тяжелой. Все довольны. Что делали, чтобы сдержать сумасшедшие трехочковые броски восьмого номера в Канады Шаи? Ну, знаете, вообще сложно сдержать сумасшедшие броски, особенно когда они пошли. Поэтому старались, в принципе, отыгрываться, забивать в нападение. Больше, чем получаем защите. Как относитесь к такой жесткой сербской игре? Вы, собственно, продемонстрировали жесткую игру локтями в какие-то моменты. То есть локтей не было, но на грани. То есть что это за спортшкола, где училися играть? Ну, это старая, наверное, спортшкола. Плюс еще уроки Сергея Строилова, опять же, относящиеся к старой спортшколе. Ну, в принципе, все в рамках правил. За территорию своего тела локоть не выносил. Ну, знаете, я не могу сказать причины ухода. Возможно, это, скажем так, меньшее время игровое, которое Гриша получал. Вот, мы старались больше организовать, наверное, командную игру. Ну, здесь, как бы, контрактов нету. Скажем так, никто никому деньги не платит. Исключительно нравится, не нравится, удобно, неудобно. Я исключительно, ну, чисто такие мотивы, которые могут побудить уйти или прийти кого-то из одной команды в другую. А Александр? Саша, ну, у нас... Фу-фу-фу-фу-фу. Это скаут Семен Шадрин. Ша-шу-шу. Вот, и большое ему спасибо, что он, скажем так, находит игроков и приглашает к нам в команду. Значит, что у нас там по-первыхому, да, вопросы по составу. Ну, я, скажем так, приверженец. Мало менять состав, да. Вот у нас устоялся состав, кто-то привык с кем-то играть. Там Семен, Миша Старцев, Степа, Ахапкин, там Андрей Калечец. Они играют в других командах, да, еще, там, институтских, и это вместе. Ну, и мы оставили такую, скажем так, уже обыгравшуюся, там, четверку, пятерку добавляем, да. А по первой команде, ну, не могу сказать, что сильнее. Наверное, просто вторая более сыграна, чем первая. Вот, потому что все-таки там и Сергей Генералов, скажем так, повидавший виды игрок в разных лигах. И Киселев, Паша, и вот Антон Давыдкин, да, который перешел к нам из того же ВШ в этом сезоне. Тоже сыгрываем их, компонуем, ну, скажем так, преследуем такую цель сыграть. Поэтому и первая осталась в прошлом составе, ну, за исключением небольших перемен ростера и в позапрошлом. Стабильно, наигрываем, наигрываем команду. Вот, а по отсутствию, ну, травмы. Травмы, скажем так, другие семейные обстоятельства уважительные. Ну, кто-то уехал к родным. Ну, желание возобновить карьеру, конечно, очень большое есть. Ну, хотелось бы тренера лучше, чем я. Чтобы, вот. Поэтому, а так, ну, скажем так, нестабильность прихода первых номеров, да. И, наверное, скажем так, ребята в основном хотят, конечно, забивать, быть на острие атаки. А я, как уже старый игрок, мне достаточно результативных передач. Поэтому чем могу, тем помогаю. Ну, вы знаете, наверное, на увеличение лиг, да, я не поддерживаю. Ну, опять же, да, это, наверное, это приведет к либо частичному оттоку, да, либо по распределению сильных игроков по нескольким лигам. То есть, в любом случае, я считаю, что, скажем так, максимальная конкуренция должна быть в лиге. Да, вот, скажем так, расширить ее на несколько дивизионов. И сильнейший, сильнейший будет подниматься, подниматься вверх. Чем делать несколько альтернативных лиг, будет множество различных чемпионов. Но, по большому счету, сильнейшего как такового-то можно и не найти. Ну, вы знаете, Дмитрий, я в политику не очень люблю лезть, скажем так. Так, потому что не очень, наверное, сильно в ней разбираюсь. И, скорее, с моей точки зрения, это будет некоторая... Как, в принципе, это большая некая политическая игра, в которой мы участвуем. И, соответственно, сторона другая. И здесь, ну, скажем так, они пытаются нас задавить, чем могут. Ну, а мы, по большому счету, не можем и ответить, да, как те же США в 80-м году проигнорировали, да, Олимпиаду в СССР и не приехали. Здесь, понятно, с одной стороны, это ущерб для спортсменов. Возможно, они не виноваты здесь ни при чем. И для кого-то это, в принципе, один раз в жизни выезд. И можно что-то выиграть, а можно и все потерять, в принципе, ничего не приобретя. Вот. Ну... Как, будучи спортсменом, действовать? Вот представь себя на месте олимпийца, который может быть у него выиграть. Тем более, если он может поехать один раз вообще за карьеру. Ну, это сложный вопрос. Потому что, ну, во-первых, я не на его месте. И представлять это очень сложно. Да, вот здесь вот сидеть разглагольствовать, а что было бы. Потому что человек готовится. Человек готовится, выступает. Ему не дают, не позволяют. С одной стороны. С другой стороны, он готовится, выступает. Если как сам за себя. Ну, я имею в виду, вот он готовится. Да, вот он там в течение сезона, двух сезонов, трех сезонов выступает за российский флаг. А тут за страну, на тебе. Страну дисквалифицируют. Но я так как готовился, еду под нейтральным флагом. Ну, тогда, может быть, проще сменить гражданство. Если тебе не принципиально страна. Вот. Потому что, скажем так, ты в ней живешь, ты видишь внутри, ты видишь эту политическую игру. Смени гражданство, выступай под другим флагом, спокойно получай, там, утверждение. Вот. Ну, как многие делают, да, которые не пробиваются в состав. Идут, там. Да, в твоей стране тревоги. Переходят, да, конечно, если тебя не видят. А, скажем так, представлять страну под нейтральным флагом, ну, ты тогда, в принципе, спортсмен без страны. Тяжело даются мне все новогодние пожелания, слушайте. Вот. И поэтому, что хотелось бы. В новом году всем здоровья, а самое главное, чтобы всем близким, да, родственникам, друзьям, чтобы не было бед никаких в предстоящем году и в принципе. Вот. Всем счастья, удачи и много-много снега и подарков.